Мы продолжаем разбирать четвертое задание. Здесь у нас несколько вариантов диалога. Now try each of these four cases in the same way. Теперь попробуйте каждый из этих четырех кейсов проработать тем же самым образом. Where does it hurt? Где это болит? Здесь прямо под моими ребрами. Rips – это ребра. Under – это под чем-то. How long does it last? Как долго это продолжается? Имеется в виду это боль. It gets worse and worse than it goes away. Она gets – это такой очень многозначный глагол в английском языке. It gets worse – это становиться хуже. Она становится хуже и хуже. Then – а потом it goes away. Она проходит. То есть какое-то время усиливается и потом проходит. What effect does food have? Какой эффект, какой результат оказывает пища? Food makes it worse. Пища делает это хуже. Имеется в виду it. В данном случае это боль. То есть усиливает боль. Второй вариант. Where is it sore? Где это больное? Где есть это больное? It's right here. Это прямо вот здесь. И на картинке показана область эпигастре. What kind of pain is it? Какого рода это боль? It's a gnawing kind of pain. Вот это слово произносится таким образом. Здесь в скобочках квадратных есть транскрипция. Долгое – О. Gnawing. То есть грызущая, сосущая боль. Does anything make it better? Что-либо делает ее лучше, эту боль. То есть уменьшает ее. Yes, if I eat, it gets better. Да, если я ем, она улучшается или становится лучше. Следующий диалог. Where does it hurt? Где эта болезнь? Down here. Вот здесь внизу. What's the pain like? Какого рода это боль? It's a sharp – это острое. Stabbing – pain. Stabbing – это режущая, как кинжал. It's like a knife. Это она, как нож. Does anything make it worse? Что-то делает ее сильнее. If I take a deep breath or I cough, it's really sore. Если я глубоко вдыхаю или я кашляю, болит сильно. Действительно болит сильно. На картинке там изображение на грудную клетку. Четвертый диалог. Where is it sore? Где есть это больное? Just here. Прямо вот здесь. Can you describe the pain? Можете вы описать боль? My chest feels more inside. Как бы в моей грудной клетке чувствуется такая заложенность, скопление мокроты. Don't anything make it worse? Что-либо делает ее хуже. When I cough – когда я кашляю, it hurts most. Болит особенно сильно. Итак, здесь четыре диалога. Просмотрите их еще раз. Потренируйтесь. Теперь запомните, какие варианты вопросов, ответов можно использовать. И задание пятое у нас. Task 5. Это еще одна работа в парах. Work in pairs. Student A should start. Работайте в парах. Студент A начинает. Play the part of the doctor. Играйте роль врача. Repeat task 4. But add two or three more questions in each case to help you decide on a diagnosis. Но добавьте два или три дополнительных вопроса в каждом случае, которые помогут вам решить, какой выбрать диагноз или определиться с диагнозом. For instance. For instance – это так же, как for example. Это, например. In the example where the patient's symptoms suggest angina, you could ask. Например, в примере, где симптомы пациента предполагают стенотардию, you could ask. Вы можете спросить. Does anything make it worse? Что-то усиливает боль? Что-то делает ее хуже? Есть ли что-то еще, что вы чувствуете в то же самое время? At the same time. И у нас часть B. Проиграйте роль пациента. Use the reply in task 4. Используйте ответы в задании 4. And the extra information in the key to help you. То есть мы должны использовать здесь в ответах ответы из задания 4. И дополнительную информацию в ключах. Отдельно я размещу потом картинку в ключах. И эту дополнительную информацию, чтобы вы могли потренироваться. Итак, мы закончили разбирать еще одну страничку. И в следующем видео мы подведем такой короткий резюме пройденного. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok